Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот, и мы репетировали балет. Твой балет? Да, репетировали оперу, примеры которых состоялось 23-го, соответственно, и 24-го февраля. После этого я улетел в Сочи, где был фестиваль Башмета. И в Сочи я улетел в Уфу, вот из которой я вернулся буквально вот вчера. А, то есть мы тебя застали дома. Где твой дом? Потому что я сама запуталась. Москва, Красноярск или Санкт-Петербург? Я живу в Москве. Вот, ну вот такой февраль получился. Вот, могу более подробно рассказать про все эти вот мои поездки. Они, правда, все были интересны. Ну, конечно, расскажи, ведь везде звучала твоя музыка. Что это за произведение? А вот и нет. Тогда я начну с Красноярска. В Красноярске был балет, который мы назвали «Ленинградская симфония лакримоза», то есть «Плач». Да, этот балет посвящен 75-летию со Дня Победы. И главная тема этого балета – это блокадный «Ленинград». Музыка в балете использовалась из моего реквема. Две части – это «Диесыра», «День гнева», и «Рэкстремента», «Царь», «Пержитель», наверное, так перевести. Ты прям как Иоганн-Себастьян Бах, который из своих кантат потом брал части или перекладывал их, или иногда прям целиком вкладывал в другие сочинения. Ну, в данном случае не я перекладывал и не я брал. Это было предложение художественного руководства Красноярского театра совместить музыку из моего реквема, который на самом деле не случайно там оказался, потому что реквем посвящен 65-летию со Дня Победы, был написан 10 лет назад. Вот. А также музыка в балете использовалась из «Седьмой симфонии Шостаковича», что логично. Мы все знаем, что она была написана в блокадном Ленинграде и посвящена жителям блокадного Ленинграда. Вот из этой симфонии взята была первая часть и также две части из рэп-фильма «Моцарта». Вот. На следующий день, это все было 23 февраля, на следующий день, 24 февраля, была очень интересная премьера. Первая опера «Бородина-Богатыри». У Бородина, оказывается, есть еще такая опера. Она была поставлена до этого момента всего два раза в истории. Один раз в XIX веке, в 60-х годах, и второй раз в 1936 году. Первый раз она была поставлена на стихи Кривова, а второй раз она была поставлена на текст Демьяна Бедного. В этот раз мы тоже пошли непростым путем. И так как эта опера очень простая, и она в «Бородины» была названа первая русская опера-фарс. Вот. А по жанру она, естественно, оперета. И так она в истории вошла, как первая русская оперета. В этой опере мы тоже сделали очень большую трансформацию. Я полностью ее переоркестровал. Вот. Дописал даже некоторые номера. Очень достаточно серьезным образом развил. Где-то изменил партии. Дописал большое количество каденций. Структуру оперы изменили для того, чтобы она максимально точно отвечала о сценической задаче, которая была поставлена. Вот. А текст написал молодой бритист Алексей Бобров. Вот. Это было все поставлено 24 февраля. Алексей, остановимся немножко. Мне очень интересно, каково это погружаться в музыку великого предшественника? То есть, в принципе, и на сегодняшний день еще творчество «Бородина» до сих пор недооценено. Но не только... Ну, музыковеды, конечно, о нем знают, его очень любят. И много музыкальной литературы написано о нем. Но играют очень мало. Да. Вообще с русской... И музыкой, и вообще русской культурой XIX века есть... Я думаю, что это всем известно. Есть некоторые сложности. Вот. Как это ни парадоксально, мы все очень-очень любим русских художников-передвижников. И мы считаем их потрясающими... Великими. ...художними, великими художниками. Но мы все прекрасно в то же время знаем, что на всех европейских аукционах это не самые дорогие картины. Ну, вот удивительным образом. Вот русскую музыку тоже очень осторожно воспринимают в рамках России. Ну, не знаю, Чайковский, да, очень-очень популярен. Значит, брать Мусорского, Доргомышского, Бородина. Да, но, конечно, это очень-очень... Ну, даже Римского-Корсакова. Даже Римского-Корсакова, совершенно верно. Да. Ну, это очень странно, но вот... Ну, только Чайковский и Рахманинов, пожалуй, из русской музыки так вот исполняется. А вот еще вопрос. Ты сказал, что фактически в XIX веке были стихи, я забыла кого, потом в XX веке Демьян Бедный, и вот сейчас Алексей Бобров. А вот почему разные стихи? То есть Бородин не брал стихи, то есть у него просто музыка была без текста? Нет. Когда Бородин работал с текстом Кривого, я уверен, это видно по структуре начальной оперы, это была совместная работа с Либридом, это точно, абсолютно. Опера была не просто так названа оперой-фарсом, она очень остро политическая была вот на всех этапах ее презентации. И в XIX, и в начале XX века, и не побоюсь сказать, что даже сейчас она, собственно, почему изменила, поменяла свой текст, потому что должна оставаться, ну, актуальной и быть на острее. А как бы ты отнес, если бы спустя сто лет твое сочинение стали править, изменять? Вот как ты говоришь, я там дописал каденции, что-то изменил, переписал оркестровку. У тебя же тоже есть и оперы, и балеты, и даже вот, на мой взгляд, гениальный реквием. Как бы ты отнесся к этому? Это, значит, очень сложный вопрос, и в то же время на него очень простой ответ. Ты понимаешь, смотри, в XIX веке музыку композиторы писали чаще всего, даже Чайковски, потому что сохранилось огромное количество черновиков. Писали, сначала делали клавир там и так далее, или достаточно подробный клавир, клавир с вписками о том, примерно где какой инструмент будет играть. Сейчас так устроены современные реалии, композиторские, что невозможно, как мне кажется, писать что-то по-настоящему актуальное, современное, взяв просто текст в неизменном виде, или взяв классический оркестр, или классический ансамбль. В любом случае, вот на этом уровне современного композитора уже начинается сочинение. То есть ты сочиняешь и текст, и структуру музыки, и ансамбль, и тот, и состав. И поэтому именно сейчас перезачинить или переоркестровать, это значит достаточно серьезным образом внедрить в композиторскую задумку. Ну, кстати, ты тяготешь к такому глобализму. И если взять реквием, то у тебя и симфонический оркестр, и состав солистов, и хор мальчиков. Вот тебе мало все время как бы исполнителей, тебе хочется все это сделать в единой, или с чем это связано? Нет. Когда мы встречались и обсуждали с Кириллом Серебренниковым эту идею, к 65-летию придумать вот какое-то вот не помпезное, как мы с ним обсуждали, празднование этого дня, а скорее скорбь. 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 Потому что не было такого, скажем, ну вот какого-то исповеди, связанной с Днем Победы, по-моему, до этого не существовало, и вот это была главная идея. И мы с Кириллом обсуждали это, правда, вот очень-очень долго. Ну, месяца три-четыре мы просто почти каждый день встречались и говорили о том, что это может быть. И изначально идея сделать какую-то совершенно камерную историю с минимальным количеством исполнителей, возможно, драматических актеров, она постепенно вот обрастала своими разными деталями. Мы придумали о том, что нужно повторить структуру Мессы с конфитюром, так называемым, исповедником, который перемежается с музыкальными номерами. Вот и эта структура, собственно, осталась, и тот большой состав исполнителей, который постепенно образовался. Это исключительно связан с тем, что возросла, вырос уровень этой идеи. Вы пригласили, если ты помнишь, большое количество знаковых актеров из разных государств. И каждый читал на своем родном языке. Немецкий, французский, русский. Из русских там как раз был Олег Табаков, да. Олег Табаков, Алла Демидова и да, вот они точно, да, Табаков и Алла Демидова. Да, и там был совершенно пронзительный монолог еще немецкой актрисы, который вот я, к сожалению, не помню, как зовут ее. Ты помнишь? Алло, Алексей. Это была Ханна Шигула? А, да, вот сейчас слышно. Пропадает звук? Да, иногда бывает. Мы с тобой немного, я тебя немного увела, углубила в реквием после Бородина. Таким образом, 23-го у тебя была премьера балета твоего, да, то есть, который назывался Ленинградская симфония, правильно? Я запомнила. На следующий день как раз Бородин, и потом ты отправился в Сочи. Да, в Сочи в это время проходил фестиваль Башмета, вот, и меня пригласили в качестве педагога и члена жюри, потому что в рамках этого фестиваля проходит также и композиторский конкурс, и композиторская академия, куда могут все желающие молодые композиторы присылать свои заявки и в течение недели заниматься с интересными ведущими педагогами из МИПС и из Европы. Да, а вот расскажи, когда конкурс исполнителей, то, понятно, более-менее критерии очевидны для меня, как исполнительницы. Чисто сыграть, сыграть ярко, вдохновенно. Какие критерии у композиторов? Как вы оцениваете произведения своих молодых коллег, учеников? Ну, тут существует целая система, я бы сказал, даже, наверное, как это разные уровни отбора разных ценностей того или иного сочинения, и это сито проходит достаточно большое количество партитур. Но на самом первом этапе это, наверное, отсеивается по каким-то техническим параметрам, то есть, ну, когда совсем слабые сочинения с точки зрения того, что, ну, например, они с вами сделаны по форме, неинтересный материал, или, скажем, сами по своему материалу достаточно вторичные, или повторяют какие-то, ну, очевидные, классические, нам всем известные произведения. Вот. Те партитуры, которые уже доходят до членов комиссии, они действительно, они достаточно профессионально сделаны, и здесь очень сложный всегда стоит выбор, потому что здесь нельзя не обойти, наверное, какой-то для каждого из членов жюри какое-то свое понимание о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. У кого-то есть какие-то свои критерии, они, может быть, связаны с тем, насколько это новато и сделано. Может быть, для кого-то это, насколько это крепко сделано и для исполнителей. Вот. Для кого-то важна идея, для кого-то форма, для кого-то содержание, и, собственно, это и рождает очень сложную и большую партнерику во время голосования жюри. У нас действительно всегда, каждый год, я уже четвертый год езжу на Академии в Сочи, и каждый раз это очень сложные споры, и несмотря на то, что мы голосуем, и потом честно смотрим на то, каким образом у нас сложилось голосование, мы после этого очень часто не соглашаемся, и споры продолжаются, и даже после этого может что-то поменяться. То есть может переголосовать? Можем переголосовать, или можем друг друга убеждать в том, что несмотря на то, что голоса распределились таким образом, нужно что-то изменить, и разделить премии, например. Ну, правда, это очень сложно, и только вот в таких сложных спорах здесь рождается какая-то надеюсь истина. Участвовал ли ты сам в конкурсах как композитор? Посылал ли ты свои работы? Да, конечно, я участвовал в многих конкурсах и много побеждал. Вот последний конкурс, в котором я участвовал, наверное, его можно назвать конкурсом, это «Золотая маска». Нет, ну это уже всё-таки не конкурс. «Золотая маска» это уже нечто другое, где как раз это конкурс. Ну, конечно, я поработала в экспертном совете «Золотой маски» два года. Значит, ты понимаешь, что всё-таки это и конкурс тоже? Ну, конечно, то есть каждый раз, когда твою работу оценивают, и там есть отдельная номинация композиторская, и, конечно, очень почётная, то есть так же, как многие лауреаты гордятся какими-то своими отдельными конкурсами, то вот в России, если тебе, если ты даже стал номинантом «Золотой маски», то это уже почётно. Вот так удивительно, да, «Золотая маска» выросла. И вот такой вопрос. Ты сотрудничаешь со многими выдающимися музыкантами, Юрия Башмета, Дор Курензис, как у тебя происходило знакомство с ними? И ведь всё сразу не происходит. Ты ставишь свои спектакли в электротеатре, тебя приглашают в Красноярске ставить, то есть успешная композиторская карьера. Лен, ты знаешь, вот каждый раз это какие-то абсолютно случайные знакомства. Извините, за такой термин. Вот правда, вот каждом, знаешь, вот можно бесконечное количество рассказывать истории, потому что каждый раз это вот какие-то удивительные стечения обстоятельств. И вот я помню, как у меня произошло знакомство с Кириллом Серебренниковым. Я спешил в консерваторию, я причём опаздывал на лекцию, я уже тогда преподавал, это было лет 12, наверное, назад примерно, 13. И кто-то очень настойчиво мне звонил с незнакомого номера. Я уже вышел из метро, думал, ну какой же настойчивый человек, не буду, подходите все, потому что я к тому же опаздываю. Он раз за 4, 5 звонил, я же подхожу к консерватории, думаю, ну ладно, сейчас скажу, что давайте как минимум позже. Вот, он поднимает трубку, говорит, здравствуйте, вы знаете, я Кирилл Серебренников, вот если вам не сложно, я бы хотел с вами встретиться, хотел вам предложить, вот и так далее. Вот, таким образом я познакомился с Кириллом, после этого я познакомился с Теодором, потому что кто-то кому-то меня посоветовал, ну и так далее. И какое-то это правда всегда происходит случайно. С Красноярским театром у меня завязалось очень плотное сотрудничество, которое уже больше двух лет длится, потому что художественный руководитель Красноярской оперы был тоже вместе со мной в жюри «Золотой маски», и мы просто с ним подружились. Он мне показывал какие-то свои сочинения, ему свои, и он сказал, что нам нужно работать вместе. Я говорю, давай. Вот, с Башметом я познакомился, потому что Чайковский его учат, друг Александр Владимирович, который был моим переговором. Да. Вот, и это еще в студенческие годы, так случилось, что Чайковский был ректором в Питерской консерватории, и достаточно редко бывал в Москве, и каждый раз, когда он приезжал, я старался не пропускать возможности увидеться, показать свои работы, и это очень часто бывала встреча вместе с Юрием Абрамовичем, и мы все втроем сидели, Юрий Абрамович вместе с Чайковским смотрели мои партитуры, иногда над чем-то посмеивались, сделали какие-то толстые замечания, вот, так вот мы на самом деле достаточно давно познакомились, и Чайковский уже очень давно предлагал что-то написать для Башметра. Расскажи, что ты чувствовал, будучи студентом, когда тебя два метра, смотрят твои партитуры, еще и подшучивают? Ну, это считает того нерва, честно. Ну, можно сказать, что с тех пор я привык к общению с мэтрами, наверное, так сказать. Расскажи, как ты начинал с твоей композиторской путь? Когда ты начал писать? Сколько тебе было лет? Ну, я достаточно давно начал писать, правда, наверное, лет с 11, с 12, мне всегда это было очень интересно, а началось с того, что я просто научился играть на фортепиано. Сам научился или тебя отвели в школу? Я учился в музыкальной школе как крепач и как кварантист. Я учился на двух инструментах, и всегда для фортепиано для меня было каким-то вот дополнительным инструментом, на котором я всегда, ну, достаточно скромно играл, и вдруг в какой-то момент я почувствовал, что я правда могу играть, и достал все абсолютно ноты, которые у меня были, и вот с этого момента мне кажется, что-то очень важное началось, потому что я с этого момента стал покупать вот все, что только попадалось на глаза, я полюбил Баха, Моцарта, какие-то для себя открытые дела, пытался понять, что меня трогает в таких-то консляциях, почему Моцарт так завораживает, почему вот именно у Баха эти диссонансы так вызывают какой-то трепет в сердце, вот потому что что-то похожее изобретать, и, наверное, с этого началось. Из этого момента началась любовь к диссонансу, возможно. В 11-12 лет это фортепиано и композиция, потом куда ты поступил, где ты учился? После музыкальной школы я поступил в Гнесинское училище, где учился на куарнете, а также был еще и теоретиком. А после этого я поступил в консерваторию уже как композитор, хотя меня ждали и Соколов, и Женя Петров, как теоретик. Да, что я поступил на куарнете. Да, я последнюю секунду просто передумал. Как раз это был тот год, когда второе образование сделали платным. Я платил на два факультета, но мне буквально в приемной комиссии осадили, сказали, что нет, вот, а человек, только давайте на одно. Я просто буквально сделал, какой-то загадал, просто получился случайным образом, что я поступил на композицию. Как ты сделал выбор, если столько времени как бы вот совмещал, совмещал, и многие все равно как бы стараются больше в исполнительство, как бы получать образование по исполнительскому инструменту? Да, это вообще на самом деле для меня очень-очень сложный момент, потому что я был еще совсем молодым человеком, и я понял, что я стою перед неразрешимой проблемой в тот момент, когда мой педагог по кувернету мне говорил такую вещь. Говорит, Леша, кувернетистов очень-очень много, а вот композиторов мало, я считаю, что ты настолько талантливый, что тебе надо быть композитором. А мой педагог по композиции говорил такую вещь. Говорит, Леша, ты знаешь, композиторам очень тяжело выжить. Очень трудно зарабатывать. Становись исполнителем, потому что это всегда живой хлеб, и тебе ничего не будет мешать при этом сочинять. И получается так, что педагог по кларнету мне говорил, поступай на композицию, а педагог по композиции говорит, поступай на кларнет. И в этом смысле мои сомнения только усиливались. Когда я пришел в приемную комиссию, и мне сказали, что у тебя есть только один выбор, это, ну, правда, был какой-то судьбоносный момент, и я решил, что я не буду придумывать и логическим образом вычислять. Я просто, вот не знаю, вот так вот просто сделал, там сойдутся и не сойдутся пальцы. Вот так получилось, что я... Палец сошелся на композиции. Да, кто-то за меня решил, что это все-таки композиция. Легко поступалось, потому что в Московской консерватории всегда очень большой конкурс на все факультеты. Поступалось очень нелегко. Я прошел далеко не первым номером. И, ну, мы, наверное, все прекрасно знаем, что, ну, сейчас, наверное, все-таки в меньшей степени, но тогда, лет 20 назад, это больше 25 лет назад, когда это было достаточно серьезное противостояние между Генетинской академией, тогда еще институтом и консерваторией. Потому что считалось негласно, что те, кто заканчивает в Генетинское училище, должны поступать в Генетинский институт, а те, кто заказывает в Миросляковское училище, при консерватории, должны поступать в консерваторию. И когда я поступал, тогда был заведующий кафедрой композиции, Лема, он вышел со списком, внимательно его посмотрел, сказал, а кто тут из Генетинки? Я сказал, я говорю, давайте, заходите. И тут не знаешь, с какой стороны тебя будут оценивать. Вот, да, оценивали строго, вот правда. Ну, здорово. И ты написал заявление Александру Владимировичу Чайковскому, или как ты попал к нему в класс? Вы знаете, я поступал настолько на обум, на композицию, что я очень-очень смутное представление имел, какие композиторы вообще преподают. Поэтому я принципиально просто не писал заявление, и опять же, за меня кто-то выбрал, что я попал к Чайковскому. За что я вот правда очень-очень благодарен и судьбе и Александру Владимировичу, потому что, вот я не знаю, наверное, я был бы, ну, не тем точно, кем вот сейчас, кем сейчас являюсь, если бы я попал к какому-то другому педагогу. Потому что Александр Владимирович, правда, вот совершенно потрясающе гениальный педагог, я считаю. Ну, он воспитал целую плеяду известных композиторов. Это единственный педагог в консерватории, который по-настоящему ценит, знает, что такое композиторская и творческая свобода, и всячески ее прививает своим студентам. Ну, кстати, у меня с Александром Владимировичем, я с ним лично не знакома, но был такой случай. Я сдавала анализ музыкальных форм, как бы, и куратором нашего курса был Александр Сергеевич Соколов. Сейчас он ректор консерватории, а в те времена был министром культуры. Естественно, он наши лекции совсем не посещал, нам вещал Кюрегян и Катунян. И вот мы занимаемся, я сдаю экзамен, и тут приходит Александр Сергеевич на мой экзамен. Я все отвечаю, все по билету, а он спрашивает, а что там вот в этом то ли трио, то ли квартете Александра Чайковского? Я вообще даже не знаю, что это за музыка. Он говорит, а что вот в этом? И опять Чайковский. Думаю, да при чем тут Чайковский? Я больше побахаю. Нет, ну конечно, они только в этом. Но в итоге они мне хотели поставить трояк и завалить мой красный диплом. Мне, конечно, было жутко обидно. И они меня обидели настолько, что я начала писать диплом по теоретической дисциплине, по хоралам бахам, но настолько я обиделась на теоретическую кафедру, что они мне так жестоко со мной обошлись, что я ушла к историкам русской музыки. Вот так вот. Но Александр Владимирович не виноват, что я не знала его трио и квартетов. И то, что Александр Сергеевич Сколов очень хотел показать свою власть. Да. Ну так скажи, многие заканчивают консерваторию и потом как бы оказываются в такой прострации. Куда идти, куда устраиваться? Выбирают или пойти преподавать в школы, или в свободное плавание. Многие сразу понимают о том, что они еще не готовы перейти в профессиональный такой путь, в рабочий, то идут в аспирантуру. Куда ты пошел после окончания консерватории? После консерватории я поступил в аспирантуру, хотя, честно говоря, к этому не относился прям со всей серьезностью. Скажем так, скорее Александр Владимирович мне ко мне пришел и сказал, что Леша, я надеюсь, ты поступаешь в аспирантуру. Вот так, значительно на меня посмотрев, я сказал, ну, видимо, да. И после этого я понял, что да, надо поступать в аспирантуру. На самом деле я совершенно не жалею, это правда очень хорошие, приятные годы были. Я проводил время, почти не занимался. Зачинял музыку, иногда ходил на философию и эстетику Кропопорту. Вот это были правда очень приятные времена. Вот что касается твоего вопроса, что делать композитором молодым. Ну, наверное, в тот момент, когда молодой человек поступает на композиторский факультет, в этот момент начинается по-настоящему возраст его взросление. То есть он переходит совершенно в другую стадию. И тут уже нельзя расслабляться и чувствовать себя так же комфортно или студентам в полном смысле этого слова, как это было в училище или, не знаю, там, с утра. В годы в консерватории это очень-очень сложный и очень важный этап для композитора, потому что только в этот момент можно себя соткать, себя придумать как проект, научиться общаться с музыкантами. Это единственный шанс действительно себя найти. может быть, даже возможно понять, что ты до этого писал совершенно неправильно и нужно работать по-другому. Вот, собственно, из всех моих друзей, коллег, которые сейчас известны, которые много исполняются, видимо, этап становления происходил именно в консерватории, где-то примерно на втором-третьем курсе. и сейчас я общаюсь с очень многими ребятами, ко мне приходят, показывают свои сочинения, даже если не у меня в классе композиция, то очень многие студенты приходят и со мной советуются. И я тоже рекомендую как можно раньше начинать с разными молодыми сейчас, слава Богу, появилась возможность и драматургами, и режиссерами, и исполнителями. Сейчас я даже не буду назвать, потому что сейчас правда очень много возможностей для молодых композиторов, и не только конкурсы, и разные академии, и фестивали. И нужно, конечно же, во всем этом участвовать, и делать для себя какие-то большие выводы, и научиться побеждать себя. Все время развиваться. Все время развиваться. Все время не бояться этого развития, не стоять на месте. Это очень сложно, и иногда почти невозможно, но это единственное, что позволяет сделать из простого человека сложного композитора. Композиторы часто пишут, как говорят, по душе, но иногда приходится писать по заказу. Как ты совмещаешь заказ по душе, по собственному, то есть желанию что написать и заказ? Всегда совмещаю. Мне кажется, что идеально на этот вопрос ответил Чайковский, который сказал по поводу Музы, что она не посещает ленивых людей. Тут можно более широко посмотреть его ответ. У меня не бывает такого, что я бы не работал, что-то не сочинял, даже когда я что-то не пишу, все равно я продумываю наперед огромное количество разных проектов, пишу чердоники или что-то дописываю. То есть я всегда нахожусь в стадии такого творческого возбуждения, творческого поиска, и поэтому если поступает какой-то заказ, я нахожусь в той или иной стадии поиска в том или ином направлении. Сейчас я на самом деле помогу себе от чего-то отказываться от каких-то заказов, когда я просто понимаю, что я не успею или не успею сделать, если это сложный проект достаточно качественно, как бы мне хотелось. И я выбираю только те вещи, которые максимально соответствуют моим нынешним поискам. Но мы прекрасно, если возвращаться к каким-то более ранним эпохам, не знаю, очень сложно вспомнить таких композиторов, которые бы писали не на заказ. Это и Бах, и огромнейшее количество до оборочных композиторов. Я думаю, ты все это прекрасно знаешь, что такие сложные, например, составы исполнителей, если вот не знаю, брать Тверди. Да даже Моцарта, который как бы каждый раз не хотел быть под меценатством, тем не менее, все писал под заказ почти. Моцар почти все писал на заказ. Более того, количество концертов, фортепианов, например, количество симфоний, количество опер или улбах, количество кантат продиктовано только часть или, к сожалению, тем, что как будто были сезоны, были заказы и так далее. Если бы Моцар продлили бы заказ на написание сезонных фортепианных концертов, он наверняка бы написал их ровно в два раза больше, если бы это продлилось еще на пару лет. Но вот случилось так. И это вообще очень интересно. У многих композиторов есть посвящение кому-то, и спустя века мы об этих людях узнаем именно благодаря этим посвящениям. Посвящаешь ли ты кому-то свои сочинения? Да, посвящаю. Но я не буду говорить кому. Извини. Нет, говорить... А ты не подписываешь в партитурах, как это писали раньше? Естественно, подписываю. Естественно, подписываю. Скажем так, это посвящение видит в любом случае очень ограниченное количество людей, потому что почти никогда не пишут в программах. Это пишут в нотах, это видит дирижер, это видит исполнители, это видит режиссер, если он дотошный, тщательно работает с музыкальным текстом. Ну, скажем так, для меня это какие-то очень близкие, важные люди или люди, которые постоянно были со мной рядом ментально или физически в тот момент, когда я писал эту музыку. Бывает такое, что человек потом уходит из твоей жизни, я не имею в виду даже смерть, а просто разошлись пути. Нет ли желания стереть для себя эту надпись посвящения? Нет. Я знаю, что это невозможно. Нет, я правда в одной из последних сочинений, наверное, самое сложное из того, что я когда-либо сочинял, это для двух, можно сказать, двух оркестров и огромного, сложного, смешанного хора. Это под названием СВР была написана вещь, и я ее посвятил своей бабушке, которая в прошлом году умерла. Сполезной тебе. Спасибо. Но есть посвящение моим друзьям, моим коллегам. Да, это всегда очень такой сложный и очень внутренний вопрос. Посвящать, поставить это посвящение внутри себя, афишировать это или оставить это неювестно. Ну, фактически, когда ты афишируешь, ты даешь возможность следующим поколениям узнать, кому это произведение посвящено. А когда оставишь в себе, то ты и в историю это не отправляешь. Какой твой любимый жанр или какой твой любимый состав? То есть мы привыкли, например, что Шуберт мы знаем по романсам, хотя он, например, больше любил свою камерную инструментальную музыку и симфонии. Тот же Франк также больше известен как органный композитор, а у него есть замечательная симфоническая музыка. Какие твои любимые жанры? Ну, я очень надеюсь, что я сейчас нахожусь в творческом поиске каких-то новых жанров и вот все, что связано с зрелищностью, с возможностью каким-то образом привлекать музыкантов не просто исполнять и аккомпанировать певцам, а вот активным образом участвовать в сценическом действии, работать так с либретистом, чтобы текст иногда становился не просто частью музыкального произведения, а что становился настолько важным, что фактически уже непонятно, где игра это музыкальная, театральная или драматическая. Вот мне интересно играть на разнице, на каких-то промежутках, на каких-то перетекающих моментах, связанных с музыкальной и визуальной восприятия. в любом случае да, это все, что связано с театром, со зрелищностью, с сложной работой по зрителям. Ты как раз в театре работаешь с оперными звездами, да, и легко ли тебе давать им рекомендации, то есть не всегда исполнитель может попасть в твою задумку, то, что как ты придумал, принимаешь ли ты их интерпретацию или пытаешься все-таки подсказать то, как ты задумал? Ты знаешь, я никогда не приступаю к написанию, неважно, это вокальная партия или если это, как у меня было в Кантесе, там, при опере у меня главный персонаж не поет, а играет на скрипке. Это опера дисталирующего и скрипачки. Я вот никогда не приступаю к написанию нот до тех пор, пока вот очень-очень тщательным образом не поработаю с исполнителем. Вот это для меня очень-очень важный и принципиальный момент. Если я пишу какую-нибудь сценку для какой-нибудь конкретной певицы, я знаю, что это будет петь именно она, мне обязательно нужно встретиться, потому что то, как она поет, и различные возможности ее голоса, различные какие-то тонкие детали, пускай даже может быть то, что она считается какими-то недостатками, для меня это все очень-очень важно. Я, правда, долго очень работаю с исполнителем для того, чтобы потом написать так, чтобы не просто было ему удобно, а чтобы эта музыка была частью этого исполнителя. Не с тем, 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 это не с тем, не с тем, фактически исполнитель диктует своими возможностями то, какую музыку я буду писать. Собственно, если ты помнишь, когда вы с тобой говорили о том, что я дал свое согласие, чтобы написать для органа и солирующего инструмента с голосом, для фестиваля органа и вечера в Кусково. Я тебе теперь объясняю, почему это так для меня важно. Да, мы с тобой познакомились, когда ты сказал, хорошо, давай я для тебя напишу, только сначала встретимся и поиграем. Мне в Москве так и не удалось это организовать, но теперь уже в апреле однозначно удастся. Это правда важно. И что ты будешь играть, и что ты будешь играть, зависит в полной мере, какую музыку я буду записать. Здесь мне правда придется не одно играть, а еще и с Екатериной Щербаченко именно для нашего дуэта, а то и скорее всего именно трио с Сергеем Полтавским как раз это и получится. Наша передача прям через пять минут закончится. Я не хочу прям этот вопрос задавать в самом конце. Какое произведение ты бы посоветовал послушать нашим слушателям радио, которые вот сейчас тебя слушают? У тебя очень много записей в Ютубе. Вот именно одно сочинение, которое бы ты порекомендовал, чтобы познакомиться с тобой именно как с композитором. Ну, к сожалению, в Ютубе далеко не все записи. Есть ли это связано с авторскими правами, которые зачастую принадлежат не мне. То есть автор, скажем так, возможность выкладывать запись моей музыки, несмотря на то, что она моя, очень часто принадлежит не мне. Скажем так, ноты принадлежат мне, а запись ее записывал. И, к сожалению, не могу порекомендовать того, чего нет. Тогда сейчас я сотражу. Ну, зато есть много записей и разных частей из реквиема, который вот мы обсуждали, который посвящен 65-летний часа не победы. мне кажется, что это тоже интересно. Это одно из знаковых и очень важных, и, наверное, дающих какой-то ключ к пониманию моего творчества. Ну, дорогие друзья, значит, набираем в Ютубе Алексей Сюмак, реквием, и слушаем музыку нашего замечательного сегодняшнего гостя. У нас пандемия, все закрыто. Мы фактически лишены классической музыки и нормальной человеческой жизни. Что бы ты посоветовал обычным людям, чтобы не сходить с ума? Ну, во-первых, очень внимательно следить за тем, каким образом те или иные театры или институции, филармонии, концертные площадки преодолевают этот сложный период. Очень многие придумали разные формы существования и возможности общения со зрителем. И вот мне это кажется тоже очень важным и возможно даже каким-то симпатоматичным явлением, которое очень четко и ярко характеризует современное искусство. Потому что оно очень-очень открыто, как мы все знаем, и оно бесконечно стремится к максимально близкому контакту со своей аудиторией. И как-то часто бывает в жизни путем естественного отбора и путем из-за того, что сложная среда ставит какие-то невыносимые условия для мягкого и логичного существования и эволюции. так, как и в природе современное искусство тоже ищет пути не просто выживания, а пути нового способа существования. В нашем случае нового пути коммуникации со зрителем. И мне кажется, это очень-очень интересно. Везде это самым разным способом проходит. Где-то это открытые репетиции, где-то принципиально интересным образом стоят камеры и, например, ощутить себя сидящим у второго кларнета рядом, взглядывая ему в партию и слушая в основном только от партии второго кларнета. Это же удивительная возможность. То, чего не было никогда и возможно, никогда больше не будет. Вот ощутить себя внутри оркестра, смотря на дирижера, смотря на рядом находящихся музыкантов, полностью пытаться понять ощущения, когда ты второй кларнетист. Почувствовать себя вторым кларнетистом, да. То есть, когда тобой дирижируют, тебе нужно вовремя вступить. Да, мы знаем очень много разных оркестров, которые собирались с помощью сложных медиатехнологий, когда все сидят у себя дома, собираются в большие коллективы. Так это было с юношным оркестром Башмета, так многие ансамбли пытались музицировать и много европейских ансамблей. Мне кажется, что нужно не отчаиваться и как-то философски относиться к сегодняшним сложностям и пытаться как-то не странно искать какие-то положительные моменты, которые нам судьба предоставляет. Ты рассказываешь о своих работах, которые ты делаешь или ты хранишь их в тайне? Ты знаешь, я рассказываю о тех работах, которых у меня есть ощущение, что они с большой степенью вероятности могут осуществиться. Прежде всего, это связано с тем, что сейчас правда, из-за пандемии очень многие вещи переносятся. Несколько проектов, в которых я совершенно точно, на 100% был уверен, что они состоятся в начале 2021 года, удивительным образом как-то растворились или перенеслись, пока даже непонятно. А какие-то проекты наоборот появились. И сейчас я вчера прилетел из Питера, и мы с Теодором, с большой компанией художественного руководства и технических помощников обсуждали очень большой, наисложнейший проект, который я очень надеюсь, что осуществится в этом году. Но вот я не хотел бы про него рассказывать, потому что он очень обеспеченный, очень мусорный. Ну, кстати, Теодор, это Теодор Курензис, да, то есть для наших слушателей не может быть это очевидным. Алексей Сюмак очень много пишет произведения именно для этого дирижера, я понимаю, и оперы, да, этот вот Реквием как раз Теодор дирижировал. И в постоянном творческом контакте. Это так, это правда. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был известный российский композитор Алексей Сюмак. Его записи можно послушать в Ютубе, например, это Реквием, и слушайте классическую музыку. Несмотря на то, что сейчас мы не можем ходить на концерты, но мы можем слушать, тем не менее. Алексей, спасибо за приятный разговор. До новых встреч. До свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова